Бюджет наступного года сбалансованы, формировался с уликом иснуючих ресурсов. В расходной части забеспечена переемность, захованы усе основные артыкулы, як и ранее особливая увага финансованию социальной сферы. У агульным объеме расходы повеличены на 3%. На забеспечение галин аховы здоровья, адукации и социальной обороны насельництва будет накеровано больше за 4 триллиона рублей. Это амаль 30% от бюджета в области на 2016 год. Зразумело не застанется поза увагой финансования права холной деяности, расходов по ремонте дорог, жилево-коммунальной господарки и будовництва. Все характерно то, что было в 2015 году, переходит на 2016 год. Отдельные нюансы коснулись изменений в бюджетный кодекс и налоговый кодекс. Это касаемо единых нормативов по подоходному налогу и налогу на прибыль для бюджета базового уровня определенных участников формирования этих доходных источников. Мы это все отразили в плане регулирования. Все бюджеты забалансированы в этой связи как собственными доходами, так и дотацией из областного бюджета. Амальадразу после разгляджения проекта бюджету в области на посержении обалвыконкама отбылась 14-я сессия областного совета, на якой документ был затверджен депутатами. А кроме этого, на парадку дня прогнозные показчики социально-экономичного развития в области на наступный год. До пяти звыклых, таких як экспорт товаров и послух, валовый региональный продукт, продукценность працы и промые замежные инвестиции добавлены два новые. Одной из головных задач для мясовых улад в 2016 году станет створение новых прационных местов. Необходный минимум у 2300. Зробить это плануется праз в приватный сектор экономики, а так само заявление новых вытворших участков на буйных предприемствах. Другий новый показчик инвестиций у основный капитал за кошт замежных крыльниц. Имеется в виду не только поступление иностранных инвестиций от самих инвесторов, но и иностранные кредиты, которые будут брать наши предприятия. То есть подразумевается, что сегодня бюджет, в связи с тем, что он все-таки ограничен, будет использоваться в первую очередь на инфраструктурные и эссенциальные проекты, а уже реальный сектор экономики из-за неименее необходимого количества собственных средств будет использоваться в основном иностранные деньги. У Гомельским облаконками реально оценивают экономичную ситуацию. А доходящий год в связи с усветным крызисом был непростым. Прогноз на 2016-е больше оптимистичный, однако резкого изменения показчиков у лепший бок никто не обещает. Усе с минимальным ростом. Валовый региональный продукт – 100,4%. Продукционность працы – 101,6%. Больше оптимистично выглядят экспорт товаров. Тут прогноз – 105%. Керовниство было выполнено, что можно выполнять и даже первое выполнять экономичные показчики, если с максимальной эффективностью использовать все существующие в регионе ресурсы.